Всем привет! Я Никита, это урок биологии. Сегодня мы с вами будем говорить о классе сосальщики и классе ленточные черви. Напоминаю, что оба класса относятся к типу плоских червей. Сперва поговорим о сосальщиках. Перед вами основной представитель это печёночный сосальчик. Строение его довольно-таки простое. В головном конце имеются ротовая и брюшная присоска для того, чтобы присасываться к своему организму-хозяину. К тому организму, в котором этот паразит обитает. Дальше мы видим петли кишечника. Кишечник у сосальщиков довольно разветвлённый и обладает множеством различных карманов, где происходит пищеварение. Также мы на этом слайде видим половые органы. Это матка и семенники, что говорит нам о том, что сосальщики являются гермафродитами. Теперь некоторые особенности внутреннего строения. Во-первых, это нервная система. Она лестничного типа, такая же, как у ресничных червей. Пищеварительная система замкнута. Это значит, что ротовое отверстие используется как для поглощения пищи, так и выведения непереваренных остатков. Выделение происходит с помощью протонефридии. Это специальные клетки, которые выводят все отходы жизнедеятельности клеток червя. Ну и как я уже сказал, сосальщики являются гермафродитами. Для всех паразитов характерны различные циклы развития. Циклы развития образуются в результате эволюционного приспособления паразитов к их условиям обитания. Это позволяет им увеличивать количество особей, при этом не погибая и продолжать свой род. Начинается цикл развития печеночного сосальщика с основного хозяина. Основным хозяином является крупный рогатый скот. В данном случае это корова. Основным хозяином является тот организм, в котором паразит развивается и размножается с помощью полового размножения. Оплодотворенные яйца выходят из крупного рогатого скота возле водных источников. Дальше яйцо превращается в подвижную личинку. Такая личинка на этой стадии обладает огромным количеством ресничек, с помощью которых она двигается и находит промежуточного хозяина. Промежуточным хозяином для сосальщика является улитка – малый прудовик. Дальше сосальщик продолжает развиваться уже внутри промежуточного хозяина, то есть внутри прудовика. Он обитает там некоторое время, затем из прудовика выходит новая личинка. На этот раз личинка вместо ресничек обладает жгутиком, с помощью которого она также активно передвигается. И передвигается она в направлении различных растений. Все это происходит в воде. Находя необходимое растение, это может быть какая-то обычная травинка, личинка превращается в яйцо. Яйцо закрепляется на травинке. И дальше основной хозяин в виде крупного рогатого скота поедает траву. Таким образом завершается цикл. Как может заразиться человек? Очень просто. Человек может съесть эти травинки или вместе с водой поглотить яйца печеночных сосальщиков. Следующие представители типа плоских червей, это класс ленточные черви. Самые характерные их представители это свиной цепень, который по-другому называется вооружённый цепень. И бычий цепень, невооружённый цепень. Откуда взялись эти названия? Свиной цепень взял своё название вооружённый. Из-за того, что на его головке помимо присосок есть ещё и крючки. С помощью этих приспособлений он цепляется в кишечнике хозяина. А вот бычий цепень не обладает на головке крючками. У него есть только 4 присоски, которыми он также цепляется внутри кишечника хозяйского организма. Какие особенности внутреннего строения? Во-первых, нервная система у них развита очень слабо. Из-за того, что эти организмы ведут постоянно паразитический образ жизни. Она им попросту не нужна. Пищеварительная система отсутствует. Всасывание пищи происходит всей поверхностью тела. Кровеносная система также отсутствует. Выделительная система представлена протонифридиями. А репродуктивная система гермафродитной. Внешнее строение. На самом верху червя находится головка. Головка по-другому называется сколекс. А дальше идёт огромное количество члеников. Которые в совокупной длине могут достигать до 30 метров. Эти членики по-другому называются проглотиды. Некоторые из них незрелые. А вот зрелые членики способны к размножению. И в результате размножения внутри члеников появляются яйца. Которые потом выходят из организма хозяина. Жизненный цикл у ленточных червей тоже довольно-таки интересный. Основным хозяином является человек. То есть в организме человека ленточные черви размножаются половым путём. После размножения из члеников выходят яйца. Которые затем попадают в воду или в траву. И поглощаются различными животными. В основном это крупный и мелкий рогатый скот. После того, как, допустим, корова съедает яйца. В её кишечнике яйца вылупляются. И подвижные личинки пробуравливают стенку кишечника. Затем по кровотоку попадают в мышцы. И откладываются там. В мышцах яйца представляют из себя финны. Человек заражается, употребив плохо прожаренное, заражённое мясо. Таким образом цикл завершается. Что же такое финна? Финна – это личинка ленточного червя. Она паразитирует в промежуточном хозяине. То есть в крупном или мелком рогатом скоте. Финна имеет вид пузыря, в полость которого ввернута головка и шейка. После попадания в организм человека вместе с плохо приготовленным мясом, финна реагирует на химический состав и разворачивается. Таким образом головка может зацепиться за эпителий кишечника человека. На этом всё. Спасибо за внимание. Всем пока.